Напомним, в одном из недавних интервью нашей телекомпании Геннадий Тушнолобов рассказал о том, что Соликамск не лучшим образом осваивает краевые средства. Очень большая финансовая поддержка по сносу ветхого жилья, которого очень много. Могу сказать, что город два года подряд не использовал эти деньги, возвращал их. В том, что Геннадий Тушнолобов мог ошибиться и, скажем, перепутать информацию с другим городом, верится с трудом. Ведь всего спустя несколько дней Геннадий Петрович вновь перевел данные по ветхому жилью в Соликамске, но уже публично, на церемонии инаугурации главы города. Три годов подряд Соликамск возвращал деньги, не осваивая десятки миллионов рублей. Я отчеркиваю, десятки миллионов. Надо категорически поправлять. Ветхого и аварийного жилья всегда было достаточно, и это даже, наверное, мягко сказал, в городе. Это, наверное, одна из самых больших проблем, которую, конечно, придется решать. Такие данные Геннадий Тушнолобов приводил полмесяца назад. Этот вопрос заинтересовал и городских депутатов. Ответ начальника отдела по жилищной политике городской администрации был однозначным. Я не знаю, чем вызвано было такое заявление, потому что, начиная с 2009 года, наша территория регулярно участвует в программе переселения. Только раньше была эта программа «Достойное жилье». Не было ни одного года, чтобы у нас не было участия в этой программе и, тем более, не освоение бюджетных средств. Мы неоднократно со всеми замами, которые были, обращались на председателя правительства, чтобы нам увеличили денежные средства, потому что нам всегда выдавали вот по-менимому. Информация полностью недостоверная. Две принципиально разные позиции на один и тот же вопрос. Председатель правительства Пермского края говорит о том, что Соликамск не осваивает бюджетные деньги. В администрации города разводят руками. Не только осваиваем, но еще и не хватает этих средств. В прошлом году, например, переселили и снесли аварийные дома по Спортивной 5 и Плеханово 4. Новоселье отметили жильцы по Кирово 5 и 7. В этом году сдадут дом на Добролюбова 13. Новые квартиры будут приобретены в новостройках на Клистовке. Но и ветхого, и аварийного жилья у нас достаточно. Остается надеяться, что новой городской администрации получится наладить более конструктивный диалог с краевыми властями. Или, как минимум, оперировать одинаковыми данными.